Здравствуйте! Сегодня по программе Zoom мы побеседуем с Анной Арзуманем. Кто находится в Польше и этот семестр своей учёбы проведёт в Польше? Здравствуй, Анна! Расскажи нашим радиослушателям, где ты сейчас находишься и по какой программе. Но для начала давай сделаем так, представься, какой курс, какой факультет, чтобы было более ясно. Привет всем! Меня зовут Анна Арзуманьян. Я студентка третьего курса Тбилисского государственного университета имени Ивана Джабахишвили. Я учусь на факультете гуманитарных наук. У меня направление английская филология. Сейчас я нахожусь в Польше, в городе Зелёная Гура. В прошлом году я приняла участие в конкурсе. Это обменная программа, которая полностью осуществляется в рамках Erasmus+. Наш конкурс составил из трёх частей. Первая часть – это было предоставление различных бюрократических документов, таких как CV, мотивационное письмо, также рекомендационное письмо, справка об академической успеваемости и также справка, удостоверяющая уровень английского языка на уровне B2. После прохождения первого этапа, второй этап – это было собеседование. Собеседование провёл именно департамент Билисского государственного университета, после чего я уже была на 80% номинирована и должна была уже уехать в Польшу. Потом, спустя как бы одну неделю, Зеленогурский университет объявил, что я стала номинанткой, и они отправили мне приглашение. Допавить могу ещё, что все расходы на жильё, на транспорт, все компенсируются именно Erasmus+, также я получаю ежемесячную стипендию. Сейчас я нахожусь на карантине, но потом я должна перейти в общежитие, это тоже общежитие Зеленогурского университета, в котором я собираюсь провести весь этот учебный семестр там. То есть ты где около шести месяцев пробудешь, как я поняла, больше? Да, четыре месяца, точнее четыре месяца. Четыре месяца и одну неделю. А вот расскажи немножко о том, как ты решилась на это, как ты не боялась, вот как ты, что можешь рекомендовать нашим другим студентам, чтобы они тоже как бы не боялись и рисковали, принимали участие, даже если и не пройдут, хотя бы попробовали свои силы. В общем, я с первого курса искала такие программы, но по моей профессии никогда не объявлялась. И именно в прошлом году повезло, и вот объявили конкурс именно по английской филологии. Я сразу же рискнула, потому что это как бы был единственный шанс тогда для меня, чтобы улучшить свой английский язык и получить как бы какие-нибудь знания об европейской образовании. И вот я дала свои документы, ну не знаю, там, мне помогали также мои лектора, давали советы, как принять участие в этом конкурсе и тому подобное. И еще это как бы хороший шанс для интегрирования в польское общество на данный момент. И предметы, которые я сейчас пройду в этом университете, я выбрала, соответственно, с предметами, которые я должна была пройти именно в Спилийском государственном университете. Так что у меня возникло никаких проблем с академической успеваемостью в своем университете. Ну, здесь самый важный фактор – это знание английского языка на минимум уровень В2, и обязательно должен быть удостоверяющий уровень английского языка как бы документ. Это самый главный фактор, а остальное на все как бы возложено тебе. Ты должна выразить мотивацию, зачем ты хочешь принять участие в этой программе. Ну, здесь сейчас у нас уроки, правда, проводятся дистанционно, но у нас намечаются различные виды активностей. Студенты, польские студенты собираются провести с нами, не знаю, там различные тренинги, и должны показать нам город, интересные места здесь. В общем, это все зависит от тебя. Если ты хочешь, если ты любишь путешествовать, если ты любишь общаться с людьми различных наций, то это как раз именно программа для вас. Вот, Анна, в чем состоит трудность в интеграции, вот для тебя лично? Есть ли какие-то трудности? Ну, честно сказать, нет. Как бы обучаясь в университете, я как бы улучшила свои знания английского, могу теперь свободно общаться на английском языке. И, кроме того, я могу о себе сказать, что я общительная девушка, и могу находить общий язык со всеми. И у меня еще был опыт общения с другими нациями, так что сейчас на данный момент у меня не возникло никаких проблем с этим. То есть самое главное в интеграции, если ты знаешь язык, то нет трудностей. Да, и общительным должен быть, не должен стесняться ничего. Вот отсюда, из Грузии ты одна, особенно из Неносминского муниципалитета, из нашего. Ну, сейчас в Польше я одна, единственная представительница вообще из Грузии, но у меня есть еще подруга, она теперь обучается уже в Италии. У нее уже другая профессия, ну, это же зависит от конкурсов. Но на данный момент я одна, я единственная представительница из Грузии. Ну, кроме Грузии, у нас есть еще Греция, Финляндия, представители, то есть из Греции, Финляндии, также Турции, Украины, а также России. Ну, у нас тут комитет такой, наверное, национальный. Да, Анна, я тебе желаю, конечно же, удачи, успеха в учебе, чтобы ты вернулась к нам в Грузию, особенно в наш муниципалитет. Ну, какие у тебя дальнейшие планы, если ты хочешь вернуться снова в Грузию или собираешься, как бы, продолжить свою учебу в разных европейских странах? Ну, во-первых, эта программа мне даст, как бы, другой шанс принять участие в другой такой программе, которая также должна, которые должны, как бы, осуществляться именно на Erasmus+. И сейчас у меня оформлена виза на 133 дня, так что я должна, обязана вернуться назад в Грузию. Но я, также у меня есть планы на будущее, я собираюсь принять участие еще в другом конкурсе и, надеюсь, у меня снова выйдет и смогу обучиться уже в другой стране в Турции. То есть у тебя мечта, чтобы обучалась в разных европейских странах, чтобы не вернуться в Грузию? Ну да, в Грузию я уже провела 23 года и еще, наверное, последний курс четвертого года тоже проведу в Грузии. А у тебя нет такой мысли ли вернуться к нам в наш Ниноцминский муниципалитет и уже, как бы, развивать наш муниципалитет, здесь найти работу? Или хочешь все-таки найти работу в Европе? Ну, честно говоря, таких мыслей мне пока не было, но вот ознакомываясь с системой образования, у Европы система образования, я собираюсь что-либо новое внедрить в нашу систему образования тоже, именно в Ниноцминском муниципалитете. Ну, пока не знаю, как получится насчет работы, но, конечно же, на 50% опять стремлюсь найти какие-либо вакансии или стажировки за границей. Ну, если получится у нас в городе, то, наверное, сюда тоже вернусь, найду себе подходящую работу. Ну, потому что шансы и вакансий там за границей очень много, и развиваться как саморазвитие, это огромный шанс для саморазвития, огромный шанс для саморазвития, так что, наверное, больше всего тянет мне все-таки за границей. Да, понятно. Спасибо, Анна, за то, что согласилась на нашу беседу, как бы, и думаю, что это хороший пример для всех остальных студентов, которые тоже будут стремяться, как бы, пойти учиться в Европу, использовать все свои шансы, участвовать в разных программах, проектах. А тебе желаю еще удачи, успехов. Спасибо вам. Спасибо. До свидания, Анна. Продолжение следует...